Музыка Самая хорошая новость, что нет никаких новостей. То есть, очень хорошо, что работаем в прежнем формате. Нельзя битуриента трясти постоянно, каждый год менять правила приема. Должна быть стабильность, они должны привыкнуть. Вот он учится, в восьмом классе он знает, что я буду сдавать такие-то экзамены по таким-то правилам. И зачисление будет такое. Каждый год, когда я им объявляю, скажем, в феврале, в марте, а вот мы теперь переделали, вот так вот будут, такие правила. Ну, нельзя так, просто нельзя. Сейчас вот начали обсуждать на следующий год опять нововведения. Министр вот озвучил 10 июня на совещании. Ну, что-то там будет. Ну, наверное, надо это сделать. Учитывать средний балл, как человек учился в школе в течение всего срока обучения. Потому что это ЕГЭ, там могут результаты самые разные быть. И надо, наверное, все-таки основную его деятельность отразить. Мы будем проводить дополнительные испытания только для тех специальностей, по которым это предусмотрено действующими правилами. То есть речь идет, ну, допустим, те же наши архитекторы, дизайнеры, творческие вот эти вот их работы, конкурсы, журналисты, скажем, тем, кому положено, вот те и будут сдавать дополнительные испытания. А так произвольно, что давайте-ка мы вам, ребята, к этим трем еще парочку прицепим каких-нибудь. Нет, это категорически запрещено. Мы неоднократно говорили о том, что сейчас на рынке труда востребованы инженеры. Нужны инженеры в больших количествах. Плохо или хорошо, но какие-то заводы, вот та же стрела, допустим, наращивает сейчас объем производства. Вот только что открыли новый завод, Джон Дир, 600 рабочих мест. У нас там с ними контакты налажены, там договор подписан о сотрудничестве. Вот эти нужны. Нужны электроэнергетики, нужны строители, нужны машиностроители, нужны другие инженеры, теплоэнергетики там и так далее, и так далее. Экономисты это, да, это менее трудоемко в обучении, в школе с физикой, не надо, что называть, можно, так сказать, достаточно вольготно себя чувствовать. Но ситуация будет меняться. Мы вот, скажем, по этому году, по направлению экономика и управления, ничего не потеряли по приему. То есть у нас оценивается потенциал нашего университета, и он оценивается так, что нам можно доверить подготовку. А посмотрите, в округе у наших соседей, там просто колоссальные потери по этим специальностям. Дипломные работы защищают магистранты, обучавшиеся в ОГУ по направлению подготовки, математика и компьютерной науки. Они стали одними из первых, у кого подготовка велась по новым федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования. А всего выпуск магистров по ВГОС ВПО в этом году осуществляется по 27 направлениям подготовки. Среди них 10 новых, самое большое количество выпускников по направлениям экономика, менеджмент и техносферная безопасность. Проект концепции развития высшего образования Оренбургской области обсудил на заседании 25 июня Совет ректоров вузов региона под председательством ректора ОГУ Владимира Ковалевского. Документ содержит анализ тенденций социально-экономического развития региона и системы высшего профессионального образования Оренбуржья, стоящие перед вузами цели и задачи, пути их достижения. Для эффективной модернизации системы высшего профессионального образования региона есть все возможности. Усилия следует сосредоточить на создании многоуровневых производственно-научно-образовательных комплексов и кластеров, формирование сети трансграничных образовательных организаций, создание инфраструктуры общего пользования и интеграции вузов и создание центра новых идей. ОГУ посетил начальник управления Министерства внутренних дел России по Оренбургской области Ефрем Романов с коллегами. Гости познакомились со студентами специальности экономическая безопасность. Первый в Оренбургской области набор 37 юношей и девушек для обучения по ней состоялся в прошлом году на финансово-экономическом факультете ОГУ. По итогам встречи было достигнуто соглашение о прохождении практики студентов в управлении МВД по Оренбургской области и о приглашении сотрудников полиции для проведения лекций в ОГУ. Также для студентов провели презентацию деятельности управления МВД по Оренбургской области. Утро. 150 волонтеров собираются на вокзале. У всех отличное настроение. Через час они уедут в Казань на всемирную летнюю универсиаду. Проводить добровольцев пришли друзья, родители и высокопоставленные лица. Вы являетесь представителями Оренбургской области. От того, как вы будете организовывать универсиаду, помогать организаторам соревнований вести себя, потому что будут присутствовать практически со всего мирового сообщества спортсмены молодые, в том числе и 12 оренбургцев. Я прошу вас, если у вас будут свободные минуты в вашей работе, а вы будете очень загружены, чтобы вы нашли минутку и поддержать и наших выступающих спортсменов на универсиаде. Волонтерам вручили талисман – флаг Оренбуржья. На универсиаде его смогут увидеть 13 тысяч атлетов из 170 стран. Размах универсиады колоссальный. Делегация от нашего края настроена решительно. Мы рады тому, что из такого количества волонтеров, которые желали поехать на универсиаду, 200 человек, команда мощная, интересная, собранная. Мы, ребята наши, прошли тренинги и сейчас готовы к поездке. Эмоции вообще просто переполняют, потому что мероприятие очень важное, очень ответственное не только для нас волонтеров, но вообще для всех жителей, не только нашего государства, всех стран участниц. И полно все голоса говорит пока. Пора. Прозвучали последние аккорды, объявили посадку на поезд. Весело, практически на перегонке. В России волонтеры отправляются к вагонам и занимают свои места. Маршрут знаком. Россия, Казань, универсиада! Россия, Казань, универсиада! Около 800 жителей нашей области хотели стать волонтерами студенческих летних игр. В их числе был я, но критерии отбора были очень сложными. Центр рекрутинга универсиада отобрал только самых коммуникативных, стрессоустойчивых и отлично владеющих иностранными языками. Уверен то, что ближайшие две недели волонтеры запомнят на всю жизнь. Я хочу, дорогая, тебе рассказать, рабочие руки в мозолях, что не будем ни есть, ни пить, ни спать, а объект поиска мы построим. Так, гимном прощаются с вузом два студенческих строительных отряда. Ирбис и Фаворит. Оба были сформированы на кафедре электроснабжения промышленных предприятий ОГУ. Первый отправляется в город Могоча, Забайкальского края, второй – Ворск. Все 30 бойцов вернутся домой только 15 августа. Ребята, они не только там будут работать, но они посмотрят мир, особенно те, которые в Забайкалье едут. Увидят на определенном этапе путешествия Байкал, увидят тайгу. И понятно, что та природа, которая в Забайкалье, и те навыки, которые они приобретут, но это однозначно, это на всю жизнь, они будут работать, самое главное, по специальности. То есть, то, что они приобретали у нас в университете, те знания, которые получили они, они найдут применение именно на том предприятии, куда едут. Уже несколько лет федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система» предоставляет для студентов ОГУ рабочие места на лето. Для строотрядовцев это не только шанс пройти практику, но и отличная возможность заработать. Правда, для них самих гораздо важнее попробовать себя в выбранной профессии. Еду первый раз, решил съесть, потому что ребята в прошлом году ездили. Хочу тоже себя попробовать в строотряде, получить какой-то опыт, познакомиться с реальными, пусковольтными, так скажем, трансформаторами, с элементами, с устройствами, с оборудованием, также с линиями электропередач, ну, со всеми. Тем, что предстоит в будущем, так скажем, работать.